Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 апреля, наконец-то у нас наступило долгожданное вот такое немножко снижение температуры. Сегодня будет 22 градуса, вот сейчас 8 утра 19 градусов. Хотя бы чуть-чуть поменьше вот этого зноя, потому что сегодня я буду высаживать в открытый грунт томаты уже на постоянное место. Буду вам сегодня днем постараюсь снять, все показать. Но, конечно, в 30 градусную жару я вчера даже не стала это делать, потому что очень сложно. И мне, и томатам сегодня будет высадка в открытый грунт. От такой оглушительной жары укорачивается жизнь цветов. Вот смотрите, они только недавно расцвели. Видите, они как бы обожженные, как вот скрюченные у них вот такие лепестки. В такую жару нарциссы расщелкиваются и буквально через 2-3 дня сразу засухают у них цветы. Потому что вот эти лепестки нежные, они же предназначены для цветения в более прохладный температурный режим. Им нужен менее такой. И они быстро засыхают. Их, конечно, очень жаль. Но зато на смену вот этих нарциссов уже расцвели тюльпаны. Тюльпаны тоже расцвели как-то неестественным образом. Они, короче, быстро расщелкнулись. И у них уже тоже лепестки. И тут же как бы начали вроде бы засыхать. Это все, конечно, результат жары. В этот период уже очень много салата. Вот рву ведрами салат. Употребляем первую зелень. Вчера проверяла температуру грунта на улице плюс 20 градусов. Но это днем, конечно, при 30 градусной жаре грунт просыхает очень, ой, не просыхает, а прогревается очень-очень-очень быстро. Если я вчера-позавчера говорила вам, что оставляю на ночь все форточки открытые, то сегодня у меня были открыты всю ночь все двери. Потому что невозможно хотя бы на ночь даю томатам отдохнуть от жары. Это чемоданчик муж припрятал от дождя, собирает там теплицу. Это не наше имущество. Вообще вот в этой теплице, конечно, все хорошо. Спрашивали, прикрыта ли сеткой. Да, у меня уже сетка, видите, притеняющая здесь стоит. Но когда 30 градусов на улице, вы понимаете, что любой сеткой притеняй, меньше 30 мы опустить не можем. Потому что 30 везде, и на улице, и в теплице, и меньше уже никак не понизишь. Ну, откуда-то, если только снегом откладывать сверху теплицу. Даже если здесь закрыть бы вообще непроницаемой тканью, тут все равно будет 30. Ну и медленно, но верно, помаленьку вырастает теплица наша. У нас даже вчера соседи через три дома посылали сына. Спрашивали, что вы там строите. Думали, что мы какой-то дом каркасный собираем. Вот сейчас есть какие-то технологии. Быстро-быстро раз и налепляют сверху в панели. Нет, оказывается, это теплица. Они очень удивились, что она такая высокая. Она же выше почти на метр. И высовывается из-за забора. И соседям всем интересно. Вот второй. Я показывала вам, что собирали сначала вот эти вот торцы. Теперь эти торцы, видите, уже обшиты поликарбонатом. Это вот был второй шаг. Теперь уже вот эти вот, как они, я не знаю, называются стоечки или не стоечки. То, что она высокая, конечно, немножко неудобно. Вот они на бочку, на эту старую залазят. И с бочки все это делают. Я думаю, что за выходные они мне построят теплицу. Хочется скорее туда что-нибудь высадить. А еще быстрее хочется просто самой зайти там и посмотреть, походить. Вот это новая теплица. Если посмотреть на деревья, которые вот у нас за периметром, видите, у нас все уже зеленеет. Везде вот, вот, вот. Мы живем в таком районе, где вот, ну как благоустроенные дома заканчиваются. И мы живем тут как в деревне. Это очень-очень старый район. Вы видите вот эти дома. Все облупленные. Там драмка. Все это старое. Это все дома в собственности, которые были государственные, потом их люди выкупили. Но и которые не были государственные, а частные. Я вот вам показывала. Вот, видите, соседские гаражи. Все у нас старенькое. Все у нас 900 года постройки. И мало кто, ну редко кто, например, дома эти старые сносит. На этом месте строят новые. Вот как у нас. У нас старый сгорел, мы построили новый. Поэтому у нас он еще более-менее выглядит. И, конечно, в нашем районе такие вот теплицы. Они смотрятся немного как бы. Поэтому и соседи приходят, спрашивают, что вы тут такое грандиозное строите. У нас такие домики неказистые. Все вот так вот. Частный сектор, короче. Я хотела показать вам весну начала про город. И вот видите, вот дерево. У нас березы уже полностью в листиках все. Но завтра и послезавтра будет немножко похолодания до 17 градусов. Я этому даже рада. Спокойно поработаю в огороде без головокружения. Вчера вот так было жарко, что я даже бросила в ведро высаживала томаты. Бросила, убежала, потому что сильно жарко. А вечером хотелось бы выйти еще поработать. Но уже сил нет. Потому что дневная жара, организм разбалансирован уже все. Уже голова так качается от плеча к плечу. Все, до свидания. Желаю вам... Вот читаю про снег. У всех снег, у всех холод. Вспоминаю наш прошлый год. Как я снегом сметала с высаженных томатов, с тоннелем. Ой, веником снег сметала. И я как вспоминаю, у меня аж эти мурашки по коже бегут. Желаю, чтобы весь снег ваш растаял, чтобы все было тепло. Как у нас хорошо. Зеленые деревья. Птички поют. Ноги сами утром несут в огород. Беги, работай, пока есть возможность. Вот пока Надюша убежала в огород мышей пугать, хочу показать вам маленьких толстячков. Вот они, пасхальные котятки. Они спокойные, они лежат, не пищат. Это значит, что они накормленные. Смотрите, какие толстые, пузастые. Они еще слепые. Ох, она их откормила. Это им же всего несколько дней. Если они в воскресенье родились, им даже недели нет. Смотрите, какие крупные вообще. Вот один черный, два сереньких, таких дымчатых. И один как бы полосатенький. Ой, пузастики. Ладно, сейчас положу их на место. Они хорошие, тепленькие, такие мягонькие. Найти бы им хозяев еще.